Машинист передвижной дизельной электростанции Зуфар Шаймарданов – человек ответственный и на работу ходит, несмотря на то, что зарплаты не видел с начала этого года. Впрочем, как и его коллеги. Мужчина рассказывает, что если пару месяцев назад руководство хоть обещало, что деньги скоро будут, то сейчас уже и вовсе молчит. У нас кредиты, квартплата уже сколько месяцев не получена, на кредиты идет процент, проценты идут, на квартплату проценты идут, капитальный ремонт проценты идут, а у нас хлеб даже покупать денег нет. В сравнительно небольшом, всего 140 человек в штате, предприятие немало мужчин пенсионного возраста. И искать новое место работы просто бессмысленно. Куда я пойду, если уже мне завтра, послезавтра, как говорится, уже на пенсию. Скажут, ты старый уже, все, мы не будем брать. Люди уже обращались, предпенсионные люди. Вот у меня тоже такая ситуация, как у всех. У многих долг по зарплате перевалил уже за 100 тысяч рублей. Со слов работников, производство предприятия, которое ведет строительство магистральных нефтепроводов, не стоит на месте и заказы есть. Значит, по логике и деньги должны быть. Но директор лишь разводит руками, ссылаясь на сложную экономическую обстановку в стране. Стараемся. Все силы прилагаем. Да, есть трудности. Вот, к примеру, в прошлом году в это время работали, да, в Пермской области, мы сарочную проволоку покупали за 340 рублей. Нынче эта проволока стоит за килограмм. Нынче эта проволока стоит 1400-1500. Она импортная, без этой проволоки сарочной работать невозможно. В настоящее время, чтобы хоть как-то исправить ситуацию на предприятии, продумывается процедура самоликвидации, к которой прибегают некоторые фирмы. Со слов директора, смена вывески даст возможность избежать новых рисков и начать работать с чистого листа. При этом, уверяясь, сотрудники не потеряют начисленные деньги. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...